хай ой с вами шевики мы продолжаем радио тиру под названием бэнди и чернильная машина так я не знаю куда мне идти что мне вообще делать но надо спустя чернила мы короче в прошлой серии упали тебя добежали на выход томас конно темно их их опытно не холодно пола хопотно и кажется что она что-то находится внутри стен некоторых местах и я клянусь этим богом забытым чернила рассеивается до к до капелей кто бы мог подумать что эти вшивые трубы могут выдерживать такого рода напряжение либо кто-то знает что-то давление чего не знаю я либо это кто-то идиот но худшая часть всем этом всем этом это шумы которые издают системы как умирающая собака на последнем дыхании не сомневайтесь это место эта машина черт все это проклятая штука это просто нельзя неестественно могу поспорить что в больш больше я не буду делать никаких ремонтных работ для мистера джо и дрю текст очень маленький с моим монитором поэтому мы идем на выход дриньки паут да мы короче где-то в подвале и мы спускаемся все ниже и ниже все ниже и ниже то есть туда же осветление нет тут света нету он там где-то мигает и все расчистить новый путь так это креаторс это точно пригодится так теперь вопрос стоит ли мне прицел используется он не такой здоровый поэтому можно но я должен понимать тоже с какой-то степени что теперь будет враги которых можно будет убивать еще этого прикольно что-то там коляска было и это же это челик вопрос нахера здесь гробы глава 2 старая песня моя голова что произошло итак думаю все что мне сейчас остается это поторопиться посмотрим если я смогу отсюда выбираться найс то есть уж и вторая голова то есть я мог тогда первый закончить ну ладно утилита номер 9 так и он должен как это место стал таким большим самми лоуренс он появился стены чтобы пропить свою сладкие благословенные на меня чернильные изображения сияют в темноте я вижу вас мой спаситель я молюсь чтобы вы услышали меня те старые песни я их все еще пою ибо я знаю что вы придете чтобы спасти меня и я перемещусь ваши любимые обаятия но любовь требует жертв можете благословить меня короче неясные гробы банды в поездном происшествии зараза снова хочешь меня напугать да и напугаешь ты мне больше зараза так а вот это уже плохо чернильный демон бегать под чернилом я не могу вы слышите извините вы можете мне помочь кто-нибудь да черт возьми он подевался он вошел в эту стену она тут масло эти двери нужно как-то запитать это не только должен быть включатель может тогда и суме открыть их запитать запитать я же тебя уничтожил очень странные вещи тут происходят мы идем 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 по прямой через чернильные дороги они то есть заново восстанавливается ни хера себе мы с тобой идем идем такса поездить видел питательную эту херю если не ошибаюсь их должно быть три штуки здесь нету там просто три точки было одну я запустил второй запущен тут 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 да а и вот последний Так, поднятие ворота. Так, поднятие ворота. Так, поднятие ворота. Три раза в прошлый месяц. Мы не могли даже выйти из нашего отдела, потому что... Потому что чернила затопили лестничную клетку. И что решил Джоуи? Периодически спивать чернильный носок. Теперь это уродливый переключатель. Насос стоит... Стоит прямо в моей кабинете. Люди заходят и выходят весь день. Спасибо, Джоу. Это то, что мне было нужно. Просто от... Отвлечься. Эти глупые... Мультяшные песни не пишутся сами. Вы же понимаете? Мультяшные песни не пишутся сами. Не знаю. Ладно, пойдемте наверх. Норман Пол. Каждый день происходит одно и то же. Странные вещи. Я нахожусь в... Моей кабинке. Группа играет. И вдруг... Сэмми Лорзе просто заходит. Маршируя и все... Останавливает. Говорит, что мы должны ждать... В коридоре. Я слышу, что он делает. Он включает мой проектор. И затем высказывает... Выскакивает из кабинета и бежит вниз. В студию звукозаписи. Как будто маленький дьявол гонится за ним. Несколько секунд спустя. Проектор включился. Но Сэмми долго не выходил. Это странный человек сумасшедший со... Странностями. Я не прочь поговорить с... Мистером Бэдрю об этом. Но, опять же. Я должен признать, что у мистера... Бэдрю есть свои особенности. О! Там что-то есть. Ладно, потом включим. Кажется, лестничный перерыв затоплен. Если я хочу отсюда выбраться, мне нужно найти способ убрать чернила. Так, я подал электричество. Эй! Эй! Уоу! А, то есть... Это просто большое количество врагов было. Запись. Сразу музыка пошла. Ну вот и враги пошли у нас. А что если я все-таки уберу прицел? Хотя ладно. Пускай будет. Или убрать. Или убрать. Стоп, а кто их убрал? Это не я сделал. Это не я сделал. Кто-то просит помощи. Так, здесь нужно мне... Just angry, sad, happy. Типа, как он выглядит злой, да? Все такое. Ладно. Отлично, вот так и включается насос. Но утечка слишком большая и блокирует дверь. Если бы я хотел... Только мог восстановить поток чернил. Я бы мог попробовать... Проникнуть внутрь. Итак, я иду на днях за мои пыльные кастрюли в кладовку. Ё-ка, знаете, что? Я не могу найти мою драгоценную... Ключи. А, мои драгоценные... Дурацкие ключи. Они как будто растворились в воздухе. Или что-то в этом роде. Думаю, что они упали в мусорный бак. Когда я обходил территорию на... Прошлой неделе. Я надеюсь, что никто не расскажет Сэмми. Потому что, если он узнает, что я снова потерял ключи... Не выгонят отсюда. Так, вон враг. Уже активный. Так, походу, они все-таки одноразовые. О, тут еще проход целый открыл. Стоп, я же тут как раз и был, нет? Да, я тут и был. А как вы... А они уже все наверху. Ладно. Единственный минус в этой игре это беготня. Выход. Ну, выход залитый. О, тут есть еще... Такой участок. Ну, давайте сыграем. Так, ладно. Стопаем. Хоп. Ну, почему оно не закатывается? Ясно. Доигрался. Ну, вообще залетает? Ясно. Залетает. Поиграл я бильярд. Как-то я немножечко не вырубаюсь, куда мне идти. Я не помню. Я не помню. Один хотя бы залетел. Все, залетает. Все-таки залетает. Ну, дальше я все равно не понимаю, что мне делать. Ну, датчик энергии, вот он. Хм. Хм. Странно. Ну, это выход. Лазарет. Можешь просто поиграть. Куда мне идти? Тут ничего нету. Шкаф. Шкаф не открывается. А что мне надо? Отследить шаги у Эли. И другой доллар. Окей, давайте вернемся назад, откуда мы пришли. Ага, ну я вернулся назад, что дальше? Подсказка, отследи шаги Уэлли. Какие шаги? Как их отсельжу? Подачу энергии я тоже не могу совершить. Думай, думаешь, что имеет в виду? Что они имеют в виду? О, появился еще один, а не это был. Отследите шаги, но я только сюда могу пойти вниз, по факту. Ну это логично, что здесь было бы закрыто. Подачу топлива я не могу сделать так, чтобы оно не шло. Бильярдная, но я тут все исследовал, тут ничего нету. Где, что я упустил? Ну вон, мне надо как-то ту дверь поднять. Однако, как я ее могу поднять, если она не поднимается? Логично ведь. Может это только и мой второй месяц работы над Джоудрю, но я уже точно могу сказать, что мне здесь понравится. Кажется, люди действительно нравятся мой голос ангелам, Эписи, сами говорите, что она, возможно, будет такой же популярной, как и Бенди когда-нибудь. Последние несколько недель я озвучивала все подряд, отговорящих стульев до танцующих куриц, но это первый персонаж, с которым я, у меня есть действительная связь. Как будто она часть меня, Алиса и я, мы добьемся многого. Что, как, как мне, что мне открыть, как? Я не врубаюсь. Мне нужно как-то туда попасть. Ну, я не могу попасть, потому что, потому что, что? To believe. Очень странно е-дела. Во, дверь одна, есть дверь в шкаф сраный. Туда я попасть не могу, чтобы нажать на рычаг. Я не врубаюсь. Я уже все исследовал. Оказывается, в мусорке были ключи. В мусорке были ключи, оказывается. Прикиньте? Вот откуда мне нужно было знать, чтобы мусорке были ключи? Каждый творческий человек нуждается в убежище. И Джоуу дарю. Есть вы, у меня есть мое. Чтобы зайти, нужно всего лишь узнать мою любимую песню. Банжо бренщит, поигрывая. Пианино нежно манит. Пианино возвращается в изящную гармонию. Бас дает отчетливо. Спойте мою песню, и мое убежище откроется для вас. Короче, банжо, пианино, пианино. Басы. Все, идеально. Любую песню Сэми. Так, банжо. Я знаю, что есть что-то, что я должен сделать здесь. Я думаю, что я не ошибаюсь. Но мне кажется, что мне чего-то не хватает. То, что ты не хватает, ты имеешь в виду вот этот инструмент. Сейчас, где он? Валялся. Это струны. Ну, типа, бас. А хотя, вот это может быть басы. Выучить любую любимую песню Сэми. Ну, банжо. Пианино. То есть, банжо, пианино, пианино, а не нихера, да? Банжо, пианино, 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 пианино возвращается в изящную гармонию. Бас поет отчетливо. Ну вот, все же правильно. А в чем неправильность? Алло, банжо, пианино, пианино. Басы. Тупорылась какая-то. Пианино. 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 банчо и не знаю давайте тогда с таким упростом сделаем 1 3 3 так лая на всякий случай пианино 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 бас басы ну ну подожди ну басы блин ну басы может быть что угодно басы может быть что угодно вот раз два три все фиг знает окей я узнал одну вещь включить можно и отсюда однако вот теперь нужно вот видите четыре нажатия и все ну типа выключается банджо и басы а 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 синг песня веселая песня счастливая счастливые счастливые что то вот ждут возвращение они ждут возвращение сына они до минус один эх вот и я пи**ец засранец напугал хочу дверь закрыта а а а а ни хера ты там стоишь какой она подождь настройки ладно с этим немного поудобнее моноте он какой здоровый ну ладно думал повторно будут вылазить дамду без прицела свои ладно сохранить типа я тут а я тут спустил добру у нас нет вентиляции снег куда он делся Он там стоит Вот эта штука держит вентиль Это штука еще в шляпе, если ты не заметил Овцы, вилкам, вы должны что-то... Я готов атаковать Вот это что-то плавать, я понимаю, что это должно напасть Я люблю тишину И очень трудно достичивать И, конечно, здесь можно ужасно вонять Но это просто идеальное место для такого старого лирика, как я Песни сами всегда были намного формальны Но если бы я не уходил иногда У них никогда бы не было... Так, сами всегда были немного формальны Но если бы я не уходил иногда У него никогда не было бы подходящихся слов Поэтому я сохраню мой ум Поищем и мой нос закрытым А, поющим Окей, бычка с чернилами Походу, этот мужик и есть, да? Который Типа это битва с боссом? Извини, я должен был это сделать Кстати, милая шляпа Может, он все еще жив Но мне кажется, после такого шлепка Навряд ли Да, его размазало, как будто чернила по тетради Но я же понимаю, что кто-то на меня все-таки нападет Любое непонятное пятно я могу считать врагом Музыка немного нагнетает Значит, что-то на меня все-таки вылезет Так, ну эта херня туда исчезла Хорошо, я думаю, это поможет Вернуться в офис Сэма Ага, вон она что Регулировать насосом Пойти по лестнице Вопрос, по какой лестнице Вот этой? Ну и это же я как раз и выключал другое Нет, подожди Окей, меня что-то ударило Пора изящная и аккуратная Мы же не хотим, чтобы наши овцы распишались, не так ли? Нет, не хотим Должно признать, я ополчен Что ты преодолел весь этот путь, чтобы увидеть меня То, что я сделаю сейчас, может показаться жестоким Но верующие должны почитать своего спасителя Он должен меня заметить Подожди-ка Ты мне кажется очень знакомым Твоё лицо Не сейчас Наш повелитель вызывает нас Моя маленькая овечка Пришло время жертвоприношения И тогда я, наконец, буду свободен От этой тюрьмы Этой чернильной Тёмной Пропасти Которую я называю телом Тихо Послушай Я слышу его Как он крадётся Крадётся Идётся Итак, начнём Ритуал должен быть завершён Скоро он услышит меня Он освободит Почему он так громко топает? Или это не он? Овцы 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 Пора спать Отдыхайте Пора в кровать Утро Утро Можем Проснуться Или утром Вы будете мертвы Услышьте меня, Бенди Восстань из тюрьмы Восстань И прими моё предношение Освободи меня Я вызываю вас, чернильный демон Покажите И примите Это Нет Мой лорд Отойдите Я ваш пророк Я ваша Так, закрыто Так, чернильная машина опустилась вниз В смысле, мне топор сломал? Натуре Мне нужен еще один Уху-ху-ху А пускай он меня споймает? А, да Вот так Типа, я выбираюсь на свет и чернил Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-х мне предлагают бежать но я не понимаю куда мне бежать а выход там выход тут я не знаю не хочу знать я просто ухожу здесь есть кто-нибудь я знаю здесь кто то есть выйдите и покажите себя борис борис ну что ты глава третьем взлеты и падения поэтому ребятки всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем дальше и всем пока